всем привет дорогие друзья сегодня на обзоре у нас новая система нагревания табака это plum модель с данная система у нас предоставлена от компании винстон так заказал я себе ребят тест-драйв и забегу вперед сразу скажу что данную посылочку я ждал почти месяц почему месяц потому что у них система такая что сначала с вами связывается с офиса вы подтверждаете что да вы действительно хотите потом через определенное время с вами связывается менеджер который сразу же то есть у них такие условия на сегодняшний день что если вы хотите заказать набор со стиками значит вы должны заранее оплатить стики то есть вам оставляется яндекс счет без презентации то есть товара без ничего вы должны сразу все это оплатить и тогда только вам предоставит на что были крайне с моей стороны возмущение в плане недовольства я сначала не согласился но потом думаю ладно черт бы с ними с этими 500 рублями почему потому что сначала это попахивало каким-то мошенничеством так как не менеджера фамилии то есть не телефона менеджера с которым мне звонили в базе не было но потом то есть со второй попытки все-таки мне доставили оплатил я но опять же так доставка была договорена за неделю вперед в итоге в последний день доставки не сказали о извините у нас не получается опять ругань опять скандалы в итоге мне доставили все это дело в 11 часов ночи так что сразу какой-то негатив значит поставка комплект тест-драйва такой пакетик пять пачек стиков я заказал одну уже выкурил пачку идет вот такая визиточка от плум вкус это главное отличие кстати потом в конце вернемся мы к этой визиточки и вот такой вот вот такая коробочка с самим прибором и так так все это выглядит в принципе оформление самой коробки неплохой я скажу качественный картон то есть все нормально типа как айфонах что у нас по комплекту идет сам приборчик дальше самое интересное в комплекте они попытались сделать все премиум качестве то есть вот такая вот упаковочка с инструкцией всякой там макулатуры брошюрками т.д. и т.п. но это нам не интересно откидываем и в комплекте идет адаптер зарядки и кабель разъем type-c что интересно когда пришел ко мне прибор он был полностью разряжен решил поставить на зарядку заряд у нас не работает то есть в чем проблема то ли в кабеле то ли в адаптере я как бы не знаю почему потому что тут нас начинает встречать скажем так чудеса адаптер еще более менее качество ну приблизительно как скажем телефонах вот к сиоми да допустим и всяких там попа и т.д. и т.п. но кабель кабелет полного божества он во первых жесткий во вторых непонятно чё то есть вот такого качества нас кабель это полная жесть что касаемо самого прибора то есть поставляется он на тест драйв в черном цвете по значит идет у нас зарядка type-c сверху также как углу открывать крышечка но эта крышка она у нас более информативная что в принципе плюс в их сторону то есть мы отодвигаем крышку видим сколько осталось заряда у нас то есть шкала заряда она постепенно то есть падает также есть кнопочка fire вот пока вы крышку не откроете эта кнопка она не активна это тоже хороший плюс потому что кнопочка у нас очень сильно выступает как мы видим и в кармане она легко то есть нажмется вот пока вы крышку не откроете кнопка то есть у нас не активно это хорошо что касаемо самого пластика они попытались сделать soft touch покрытие но это в принципе им удалось на процентов 70 сам пластик видно что он дешманский то есть дешевизна присутствует поэтому соответственно и ценник такой на сегодняшний день в районе 2000 это у них является топовым устройством то есть они скажем так сэкономили везде крышка у нас глянцевая которая оставляет отпечатки то есть с первого же момента использования внутри у нас вот такая вот шахта не знаю будет вам видно не будет попробуем подсветочку сделать сюда вот вот такая вот у нас шахта но шахта она не сквозная на как скажем стакан то есть с дном чистится данное устройство только лишь специальными палочками но я думаю нам это не грозит нас нас спасает ушные палочки то есть я думаю это будет точно такой же тем более описание написано то что можно чистить любыми предметами как ну не жесткими предметами значит обычной палочкой для чистки ушей это дело можно будет исправить но я еще пока не пробовал так как выкурил только ну можно сказать пачку стиков обычных вот такого формата классик у них идет сейчас мы к стиком постепенно перейдем кстати что касаемо характеристика они нигде не указано то есть насколько аккумулятор как что единственное что могу сказать что зарядка идет порядка 90 минут у него у этого прибора полностью если с нуля а по сессии здесь два режима сессии в принципе аналогично glo первый режим он позволяет постепенно раскрывать вкус табака это нажатие до первой вибрации вот провибрировала то есть видите да как бы крышка у меня открыта кнопка стала активна это значит у нас мы ждем 20 секунд до разогрева стика сессии у нас длится порядка четырех с половиной минут есть режим boost который сразу то есть как пишет они сразу насыщенный вкус идет значит нажимаем ждем до второй вибрации но прогрева стика нужно ждать аж 50 секунд то есть через 50 секунд можно уже скажем так начинать сессию и сессия длится порядка четырех минут то есть характеристики в принципе неплохие это но единственное 50 секунд да конечно это долговато могли бы придумать чуть-чуть побыстрее чтобы закончить сессию заранее то есть сейчас мы активируем открыли крышку якобы засунули стик вот первое вторая вибрация то есть если вы вдруг решили ну передумали скажем так курить то не нужно нажимать никаких кнопок для того чтобы отмену сделать достаточно просто закрыть крышку так хоп и все сессия у нас прекращается автоматически это у нас значит по устройству теперь мы перейдем плавно к стиком стики идут у такого минимизированного формата скажем маленькая пачка 20 стиков в пачке и сами стики по себе сделаны тоже очень дешево ну понятно что они хотят сэкономить на производстве стиков вот так все это дело выглядит то есть нет никакой фольги внутри это обычная бумага обычный табак очень сильно похож на сигаретный от винстон потому что я брал обычную сигарету винстон скажем так потрошил ее в принципе все идентично извиняюсь ребят за фокусировку сразу заранее прошу извинений что-то фокус сегодня не хочет у нас ловиться значит по вкусам у них идут классические крепкие классические легкие полегче идут вкусовые вот такие стики это у нас berry fresh они очень сильно похожи по вкусу на красные стики от glo то есть сразу же бьют по горлу ментолом очень много ментола еще есть у них mint обычные обычная серия это ментоловая но к сожалению они ко мне не попали по причине что менеджер решил что они мне не понравится как он мне сказал я ему не говорил что это все на видео обзор будет снято ну думаю посмотрим впечатление скажем так по самому процессу сам процесс он идентичен glo то есть та же самая система нагревания но а есть одно но стенки то есть вернее стик не касается стенок шахты почему потому что там вот такие четыре скажем выпуклости как четыре зуба сделано из-за этого стик засовывается довольно таки плотно у нас плотно сидит он то есть вот как мы видим не выпадает из-за этого то есть ну стик не касается стенок шахты а так в остальном все также как угло тоже система нагревания что касаемо значит самого процесса и накуриваемости стики очень жесткий как по мне сильно бьют по горлу сушат то есть накуриваемость есть да но вкусовые качества и скажем так мы постепенно как обещал подойдем вот этой визиточки вкус главное отличие никакого тут-то вкуса нету во-первых запах кто там раньше писал что от плума меньше запах это все вранье запах обычных стиков классических не какой-то не попкорн какая-то жареная рыба причем но не знаю я блин самым дешевым кафе это вот как вот этот вкус жареной рыбы запах жареной рыбы по накуриваемости да накуриваешься с первого же стика но накуриваешься не то что у тебя есть чувство то что ты удовлетворен то есть ты накурился тебе достаточно никотина и все такое ты второй стик не хочешь курить по той простой причине что у тебя засушил или высушил как правильно сказать горло и полость рта то есть тебе уже не охота второй стик курить потому что у тебя и так во рту уже сухо и сухо максимально то есть ни у одного производителя систем нагревания табака такого я не чувствовал ни у айкоса не угло и не у вейпов то есть вообще нигде здесь же прям все как-то жестко резко и непонятно стики у нас производится в польше возможно в этом и заключается причина почему потому что скажем так наши стики наше производство стиков и сигарета отличается гораздо от европейских поэтому может быть когда начнут они их производить в россии может быть они что-то другое добавят они будут мягче лучше и приятнее курица но на сегодняшний день у меня то есть впечатление на троечку я как бы не вижу смысла приобретать данный девайс за ту сумму которым выставлен на сайте единственное на данный момент у них идет акция при покупке блока стиков это то есть 1350 рублей вот такое устройство вам достается в подарок в этом вся экономия весь плюс остальное я не вижу ничего никаких плюсов никаких минусов следующем видео я сделаю более подробный обзор и сравнение системой от glo и мы скажем так решим и придем к единому мнению а так спасибо за просмотр ребят ставьте лайки подписывайтесь на канал впереди много интересного всем пока пока